ну вот въезжаем в другой от нас буквально полмили тоже строят тут новые дома боже нас тут всех прям застраивают у нас было много леса как говорится а теперь много домов очень много строят видимо наплыв вообще людей сюда и конечно очень много посмотрим пусть это для нас в модели здесь да ну вот такой я думаю что здесь все еще строится не все еще застроили это диарха хартон вот очень хороший тоже застройщик эти два белых коня у нас сейчас пойдем посмотрим в офис сначала зайдем сей офис я дверь открывала неправильно не в ту сторону модели кстати девочка на телефоне нас не вместе работали уби в офисе она здесь дома продает теперь так смотрим какие тут модели что тут есть так модель каллы и я хочу сказать вам что мы уже сюда заходили с винсентом сейчас посмотрим сколько чего стоит как поднялось цене со винсент go так 1800 square feet это где-то 150 квадратных метров дом такой хороший размер до семьи здесь сразу справа две спаленки между собой они делят ванну вот если у вас дети очень многим не нравится когда спальня сразу входа то есть входишь и сразу спали но с другой стороны это же не общежитие это ваш дом поэтому ну кто сюда будет очень часто входить я думаю что ничего страшного нет по крайней мере когда мы жили в квартирах одна дверь и спальня тоже были всегда рядом в принципе там был коридорчик какой-то но он не был большого размера поэтому так кажется что вот у входа так здесь по моему тоже спальня до это спальня потому что здесь есть гардероб но эту спальню они переделали в офис поэтому если у вас много очень спален или они лишние то можно переделать какую-то комнату которая вам нужна для работы здесь у нас стиральная комната постирочная комната как все время поправляет что я неправильно говори про эту комнату но вот стиральная мне нравится так здесь кухня ну я думаю что немало места здесь за счет того что здесь такая вот центральная центральный island то есть остров с двумя раковинами и и два рабочих стола здесь один вот там и здесь в принципе немало также кухонный гарнитур он продолжается здесь да здесь у нас столовой нет но есть место где кушать завтракать и обедать и принимать гостей вот в принципе это вот одно место так как всего 150 квадратных метров дом здесь у нас зал что очень приятно и значит хозяйская спальня все очень красиво все беленько и воздушно душ ванны самой нет как ванны но есть вот душ такой хорошего размера муки гардеробная входная гардеробная и здесь значит тоже для полотенец идешь очень приятно вот и тинка вода хамачу тиньк this house is cost right now this house probably about three hundred thousand винсента спрашиваю как думаешь сколько это дом сейчас стоит в год наверно триста тысяч how much our house cost if is this 300 когда мы покупали наш дом за двести сорок такие дома стоили где-то сто восемьдесят вот и сейчас вот эти дома если 300 то наш наверно 400 или 450 то есть вот пожалуйста вам эта модель была 150 квадратных метров это самая маленькая так поняла модель видите посмотрим следующие вот он подходим еще к одной модели такое ощущение что это самая большая модель потому что следующая поменьше эта модель называется хайден до 2 600 квадратных метров вот наш дом 2 700 в принципе это примерно как наш дом давайте зайдем здесь уже сразу столовая справа где вы будете принимать гостей и тоже многие скажут что как это так сразу входной двери столовая но в принципе ничего в этом такого нет это все очень удобно единственное что из кухни вам надо будет вот так проходить в столовую то есть удобнее конечно когда напрямую что-то такой стол хотя как часто вы будете принимать гостей за тем столом каждый день вы будете напрямую ходить за этот стол и здесь со своей семьей кушать завтрак обед ужин так Винсент у нас взял воды да здесь всегда вода есть для посетителей и вот такой вот зал все в светлых тонах и конечно я очень полюбила светлые тона у меня дом весь в темных тонах с одной стороны во Флориде это неплохо с другой стороны ну в общем в принципе ладно уже переделывать что-то поздно мне нравится мой дом так здесь у нас тоже сделан офис из спальни потому что это спальня здесь у нас ванна я думаю что здесь кстати мы в том доме не зашли в гараж но у каждого дома гараж на две машины да это точно сто процентов здесь у нас вот интересно такая колдовочка и агас в этом доме все спальни наверху все так это у нас спальня гостевая ой посидеть на диванчике на стульчике да размер хороший у спальни от кровати до стен очень большое расстояние но она короткая вот здесь да ну в принципе очень хорошая что они не ставят сюда ванну саму ванну да только вот душ у них два две гардеробные одна вот видите такая с окном и вторая еще есть без окна да и это была хозяйская спальня мы выходим отсюда здесь у нас может быть детская мы называем ее гостевой поэтому я здесь у нас в в принципе вошен драйон наверху потому что все спальни наверху вы раздеваетесь вы меняете одежду вы стираете наверху чтобы не носить снизу какие-то корзины потому что внизу стирать нечего все надето на вас и все полотенца и просто не все здесь поэтому отсюда носить отсюда носить вниз свое белье тоже неудобно так здесь тоже комнатка детская ванна ага вот интересно и еще одна комната они все сделаны как будто детские тут девочка якобы живет да вот 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 4 спальни 4 спальни одна значит хозяйская и 3 гостевые плюс вот этот вот бонус ром который очень пригодится конечно если если надо то можно здесь стену сделать и из и из этой комнаты сделать также спальню причем здесь даже есть гардеробная да кстати и из нее также можно сделать спальню но тогда у вас просто будет узкий коридор вот такой я бы я бы реально ты хочешь продавать наш дом потому что ты можешь получить 400 тысяч и потом ты хочешь купить маленькую дом как мы просто смотрели за 300 тысяч он говорит вот представь себе ты хотел продать наш дом представь за 400 тысяч и купить что-то подешевле за 300 или даже за 400 и говорит вот посмотри на этот вид ты бы хотела говорить с таким видом дом и посмотри как близко дома друг к другу мы не будем продавать наш дом да он говорит посмотри на свой сад сзади дома все птицы с тобой разговаривают на заднем дворе а тут с тобой будут разговаривать какая птица ну и конечно девочки мальчики слушать американца не надо потому что это уже причуды американцев ой дома слишком близко друг другу птичек нет но если смотреть на это с практической стороны абсолютно шикарные дома и очень все красиво сделано и хорошие постройки и семьям будет удобно уютно мы все с вами жили в квартире и живем до сих пор и живут до сих пор квартирах люди и будут жить и абсолютно себя нормально чувствует поэтому конечно американец он всю жизнь жил в домах и для них это не комфортно так скажем да хотя это все причуды и дурь потому что абсолютно нормальные дома и абсолютно хорошо они расположены друг другу мы уже жили в квартирах стучали в стены друг другу разговаривали через розетки поэтому новостройки это очень хорошо на самом деле дом вы покупаете новый и голова у вас не болит ближайшие там сколько лет кто-то покупает вторичку потому что вторичные дома бывают такие что сейчас уже таких не строят в общем кто что в любом случае любая недвижимость которую вы не приобрели вы с ней никогда не проиграете никогда поэтому вот так вот его на сей ну и третий дом называется глен вуд он самый маленький потому что в нем где-то 140 квадратных метров он меньше чем первый поэтому мне смотреть сейчас как он сделан сразу слева здесь стиральная комната здесь у нас гараж на две машины здесь у нас в коридоре там где вы будете вешать свое пальто идем дальше я хочу вам сказать конечно не видно что он такой уж маленький так позаврать его налево здесь у нас ванна мой прям тут коридоры комната одна комната другая да я помню конечно когда мы сюда заходили эту комнату маленький ребеночек здесь спит в общем то вот пожалуйста две комнаты которые делят между собой одну ванну вот здесь здесь у нас дверь в которой мы только что вошли и если поворачиваем сюда то видим кухню кухню кстати очень хорошего размера да тоже big island с гранитным верхом очень приятная кухня стол ну тоже столовой нет какой-то здесь единый стол вот там можно семья завтрак принимает а здесь тоже можно обедать ужинать как говорится да здесь у нас зал ну что я называюсь явные вещи своими именами здесь зал здесь кухня понятное дело здесь спальня для хозяев для мамы и папы очень хорошего размера гардеробная хорошего размера ванна самой ванны нет но есть душ 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 и скол душ ой как светло и хорошо с окошечком он говорит что не очень большая ванна для хозяйской спальни но ничего это все господи что у нас там раньше такие огромные ванны что ли были что мы носы будем воротить меня все вы устроило в любом из этих домов естественно айтинка с на из хаус с айтинка но до прайс из за цель форды small house секс тен хандель square feet out like you know давайте узнаем сколько стоит самый маленький вот этот дом вот сколько он стоит кстати вот гостевые комнаты детские посмотрите насколько далеко они сделаны от комнаты мамы и папы что очень здорово тот прошлый дом все было наверху допустим да а здесь все внизу но очень далеко друг от друга да пойдем узнаем идем обратно по этой дорожке в офис к моей девочке с которой я работала даже забыла как ее зовут видите как интересно они делают у моделей гараж и здесь все сразу раз цветы конечно когда по уже дома продают модельные все это убирают и делают drive way плитку кладут и это становится обычным гаражом но после а модели продаются обычно в последние уже последними когда они остаются туда их продают поэтому сейчас это все сделано в такие вот модели так вот сюда заходим так вот здесь вот находится у них видите офис здесь можно сидеть там посмотрите у них такая кухонка симпатичная вот кстати зовут ее эстер я посмотрела по по имени на груди потому что тоже уже забыла с кем с кем работала забыла именно все эстер ну что я поговорила сейчас с эстер и она мне сказала что самый маленький дом стоит 350 тысяч вот и все что вы видите в доме она уже как бы уже сделано так как вы купите то есть он не апгрейд ничего этого 350 тысяч так как вы видите первая и вторая модель их нету она год они уже проданы вот продается только самый маленький который дом и все она говорит я к этому сама даже не поняла как они так разлетелись за один год и конечно если вас интересуют дома интересуют новостройки интересуют вторичные дома вообще интересует недвижимость недвижимость здесь у нас звоните мне сейчас после этого видео вы увидите мои мою карточку и обращайтесь звоните мы с аленой вам поможем приобрести недвижимость которую вы хотите и помните всегда помните если вы покупаете недвижимость вы не платите риэлтору ни копейки вы приходите ко мне говорите антаж я хочу дом купить по злами ищем смотрим вы покупаете и вы не платите никогда риэлтору всегда платит только продавец продавец который продал вам дом он платит риэлторам поэтому никогда особенно когда покупаете дом никогда не отказывайтесь от услуг риэлтора потому что вы используете его бесплатно а те кто продают дом тоже не отказывайтесь от услуг риэлтора потому что Все равно кто-то должен смотреть За документами За тем, как происходит процесс Если вы никогда этого не делали То я никогда не советую вам продавать без риэлтора Но это почти невозможно Потому что поставить Объявление около дома И написать продается Ну, по-моему, на ЗИЛа можно поставить Но никогда не знаешь, кто придет к вам в дом Кто к вам постучится, кого вы пускаете Тут к вам людей приводят риэлторы Тем более сейчас такое время Вы никогда не знаете, кто придет к вам в дом И я бы не стала рисковать Поэтому Ну, как-то так Все, всем пока Да, вот едем по комьюнити с Винсентом Конечно, постройки, постройки, постройки Очень много строится И не остается просто во Флориде земли Вот просто на самом деле С одной стороны даже страшно становится Потому что вообще Когда мы сюда приехали Мы даже не думали, что здесь вообще что-то будет строиться Здесь был лес И посмотрите, что прямо здесь Дом с домом Все рядом И Обалдеть Вот Видите, все Солд Солд Едешь дальше Солд Солд Ну, пока еще есть, что купить Приезжайте и покупайте Так вам скажу Вот тоже Видите, все Олд Солд Он тоже Солд Солд Видите, вот эти все там лички Обалдеть Езжаем домой Наш родимый дом I love this neighborhood Look at the difference In the homes Property Look at this What a difference Мы приехали домой Я хочу вам сказать В этом году Листьев Это просто жесть У всех Я вот когда я хожу на прогулку Листьев просто вот Такой слой Очень многих людей Просто невероятное количество От этих заморозков Листья просто попадали Как сумасшедшие На самом деле И Винсент выдувал недавно Посмотрите Здесь просто не видно Вообще зелени У нас все Покрыто листьями Вы меня спрашивали Что у нас С передней частью садика Ну вот Там у нас Цветут Вот эти Азалии А здесь у нас Я сделала Я по-моему Показывала вам Что я все Подстригла Все перестригла Под корень Ну вот по-моему Видите Уже их Под корень подстригла А уже вот видите Вылезает Выходят Так скажем Вот это я не знаю Вырастет или нет Тоже подстрижен Под корень Ну а посмотрим В принципе Не так все плохо Вот единственное Что очень много Листьев Листьев просто Жесть какая-то Жестяная На самом деле Вот Было очень все Ярко Красиво Сейчас Этой яркости Нет Но я думаю Что Кому-то жаловаться На такое Даже смешно Сейчас в данный момент Просто показываю То что вы меня Просили показать Поэтому вот Вот так вот Все у нас В таком состоянии Не могу сказать Что в упадническом Но потеряли Много Конечно Цветов За заморозки Может Цветы же Живые Это живые Существа Как говорится Видите Был Красивое Красное дерево Теперь одни Палочки стоят Вот Отрастут от них Что-то или нет Тоже неизвестно Все Все подстрижено Здесь все Под корень Подстрижено Здесь вот у меня Были Традисканцы Они тоже Все умерли Не знаю Какие-то листики Традисканцы И начинают Отрастать Но Ковра Вот такого Уже нет Как был Хотя Не знаю Посмотрим Здесь был гибискус Тоже пришлось Все подстричь Потому что он Оказался Совершенно Мертвый И вот Здесь у нас Вот Наш Любимый Сад Который Служит нам Верно В любом Случае Даже Когда Он подстрижен Он служит Нам очень Верно Что у нас Там Так шатается У нас Так шатается Это Поилка Что Я думала Калибри попала В поилку Так интересно Что он так шатается Кто ее так Расшатал Да Птичек Очень много У нас Тут Прям Как Эдем Кстати Покажу Вам Сейчас Вот Папайя Папайя У нас В таком Состоянии Видите Вот Поэтому Не пришлось Обрезать Она полностью До конца Вот Такая Вот Пыталась Вырастить Корни У этих Корделин Они Так И сгнили Так И не Отросли Поэтому Ничего Такого У нас Не Получилось Посижу Ничего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok